В субботу 13 апреля в рамках 33-го тура английской премьер-лиги Нью-Касл принимает на своем поле Тоттенхэм. Сороки в последние недели обретают себя прежних и уже три матча к ряду не знают поражений, тогда как шпоры закрепились в лиго-чемпионской зоне и не имеют права на осечку. На эти и другие события вы можете найти приветственный бонус в 1500 рублей у нашего партнера БК Леон. Они являются титульными спонсорами второй лиги, а также пермского Амкара, Сатурна и Енисея. Переходи по ссылке в описании, используй мой промокод и не упускай момент. Коман рассмотрел уход из Баварии. Чемпион Германии, Франции и Италии хотел бы выиграть английскую премьер-лигу и Ла-лигу. Фенербахчи оштрафован на 115 тысяч евро за срыв матча за Суперкубок Турции. Аталанта дважды обыграла Ливерпуль в гостях в Еврокубках. Ранее это удавалось лишь Реалу и Барселоне. Романия пропустила в четырех матчах подряд впервые за семь лет. У Байра 37 побед и пять ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая месяца. Варан выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы. Защитник Юнайтед не будет играть до мая. Бывший полузащитник Барселоны и Ливерпуля Артур Мелло может вернуться на Туманный Альбион. В услугах бразильца заинтересован лондонский арсенал. Полузащитник Ман-Сити Кевин Дебрюйна в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. В услугах футболиста заинтересован клуб из Саудовской Аравии Аль Наср. Манчестер Сити всерьез рассматривает вариант с подписанием футболиста Байра Джереми Фринпонга. Гвардиола видит в защитнике по характерам прямую замену для Кайла Уокера. Приоритет руководства Манчестер Юнайтед Оборона. Клуб точно выделит средства на двух центральных защитников. Никто из нынешних игроков не имеет ясного будущего в коллективе. Серия А определила победителя в номинации на звание лучшего тренера уходящего месяца. Награду получил главный тренер Баллони Тиаго Мотто. Стало известно, сколько футболисты сборной Франции могут заработать, если выиграют предстоящий чемпионат Европы. В случае триумфа каждый футболист сборной Франции получит по 470 тысяч евро. Барселона продолжает работать над сохранением ведущих игроков в команде. В руководстве Блаугранес хотят предложить новый контракт полузащитнику Педри. Потенциальная покупка центрбека будет зависеть от будущего Начо Фернандеса, и если тот покинет Реал, то согласно Эстадио Депортиво, ему на замену могут пригласить защитника Лацио Марио Хилла, который только два года назад покинул столицу Испании. ПСЖ может пригласить Маркуса Тюрама на замену Киллиану Мбаппе. 26-летнего форварда оценивают 80 миллионов евро. Вестхэм готов выслушать предложение на счет своего капитана Курта Зума. По информации Талкспорт, Вестхэм хочет сократить свою зарплатную ведомость, а Зума является одним из самых высокоплачиваемых игроков в команде. В ПСЖ недовольны игрой Джан-Луи Джидана Руме. Луис Энрике хочет подписать голкипера Атлетику Бильбао Уна и Симона. Амаду Анана может продолжить карьеру в другом клубе английской премьер-лиги. В услугах бельгийского опорника заинтересован лондонский Тоттенхэм. Барселона готова продать бразильского вингера Рафиньо. По информации, синие гранатовые получили предложение по трансферу игрока от Манчестер Юнайтед. Руководство английского клуба предложило за футболиста 90 миллионов евро. Полузащитник Нью-Касла Жоэ Линтон продлил свое трудовое соглашение с английским клубом. По данным The Athletic, новая сделка бразильского футболиста рассчитана до лета 2028. Джамал Мусиала может покинуть Баварию лето. По информации, Independent Man City лидирует в борьбе с другими топ-клубами за подписание полузащитника Баварии Джамала Мусиалы этим летом. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до 2026 и пока игрок не спешит продлевать его. 21-летний футболист намерен получить гарантии того, что Бавария сможет предложить лучший проект, чем конкуренты на фоне неубедительного сезона. Другие клубы рассматривают возможность приобретения игрока в этом или следующем году и наибольший интерес к нему проявляет Манчестер Сити. По информации источника, горожане планируют усилить атаку в следующем сезоне двумя игроками, способными играть в нескольких зонах нападения. Учитывая, что Кевину Дебрюйна исполнится 33 года, а Фил Фоден получит более влиятельную роль. Однако, трансфер Мусиалы, вероятно, потребует крупной продажи одного из игроков. Кроме немца, Сити рассматривает Лукаса Пакетта из Вестхэма и Майкла Олиссе из Кристал Пелос. Отмечается, что сам Мусиала предпочитает переезд в Премьер-лигу как из-за ее авторитета, так и из-за того, что он вырос в западной части Лондона. Полузащитник переехал в Германию, когда ему было 17 лет. Ливерпуль, Барселона и Парис Энджермен также входят в число клубов, которые рассматривают его кандидату. Но все они имеют разные бюджетные ограничения. Виктор Осимон близок к переходу в ПСЖ. По информации, парижский клуб готов заплатить за форварда Наполи 120 миллионов евро. Осимону предложен четырехлетний контракт с зарплатой около 13 миллионов евро в год, а также 100% имиджевых прав и доходы от спонсорских соглашений. Отмечается, что между президентом клубов Аурелио де Лаурентисом и Нассером Аль-Халаифи сложились хорошие отношения, что позволит избежать проблем при согласовании сделки. Осимон, в свою очередь, считает приход в ПСЖ этим летом приоритетным для себя вариантом. В нынешнем сезоне Осимон отметился 12-ю голами и тремя результативными передачами в 19 матчах за Наполи в серии А. Бавария в обозримом будущем все еще может расстаться со своим нападающим Серджем Гнабри. По информации журналиста Кристиана Фалька, в мюнхенском клубе до сих пор считает немца кандидатом на продажу. Сам футболист имеет очень выгодный контракт с Баварией с зарплатой в районе 20 миллионов евро. Соглашение Серджа с Баварией истекает летом 2026-го, но на данный момент Гнабри не планирует уходить, ведь понимает, что в другом клубе вряд ли будет получать столь большую зарплату. Гнабри пропустил большую часть сезона из-за различных травм. В последнем матче с Арсеналом Сердж забил гол, после чего получил очередное повреждение и выбыл на пару недель. Французский полузащитник Адриен Рабьо, выступающий за туринский Ювентус, имеет два варианта трудоустройства в английской премьер-лиге. Об этом рапортует Тим Тал. Хаффбэк, который летом станет свободным агентом, находится в сфере интересов Манчестер Юнайтед и Ньюкасла. Оба клуба начали предварительные переговоры с игроком относительно трансфера. 29-летний полузащитник защищает цвета старой сеньоры с июня 2019-го. Контракт истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость Адриена составляет 40 миллионов евро. В текущем розыгрыше серии А Арабьо провел 25 поединков. На его счету 4 гола и 3 результативные передачи. Нападающий Луис Диас, выступающий за Ливерпуль, начал переговоры с руководством Мерсисайского клуба относительно улучшения условий своего контракта. Колумбийский футболист хочет получить новый контракт с повышением зарплаты. Срок действующего соглашения между 27-летним игроком и английским топ-клубом истекает в конце июня 1927 года. Трансферная стоимость Луиса оценивается в 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне английской премьер-лиги Диас провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 8 голов и 4 результативные передачи. Форма Кая Хайвертса заставила Арсенал присмотреть свои планы на летнее трансферное окно. Когда прошлым летом Арсенал заплатил 65 миллионов фунтов Челси за Хайвертса, поначалу главный тренер канониров Микель Артета пытался наиграть Кая в качестве атакующего полузащитника. Кай чувствовал себя не в своей тарелке. При этом многие отмечали, что Арсеналу не хватает забивного форварда, потому что Габрель Жезус и Эддин Кетти не справлялись с этой ролью. Однако в последние недели именно Хайвертс играет нападающего. Пускай Кай забивает не столь регулярно, но отсутствие бомбардира уже не выглядит такой проблемой для команды Артеты. Как сообщает Daily Mirror, если раньше Арсенал планировал крупно потратиться на нападающего грядущим летом, то теперь канонеры не видят в этом острой необходимости. Арсенал все еще может купить нападающего летом, но точно не уровня, и цены вроде Айвена Тони из Брэндфорда, Виктора Осимона из Наполи или Виктора Дьокериша из Спортинга. Вместо этого львиную долю своего трансферного бюджета Арсенал может направить на покупку Вингера, чтобы разгрузить Букаю Сака, который вынужден играть почти в каждом матче.